всем привет сегодня видюха будет у нас аппарат проблем со сцеплением будем снимать коробку смотреть со сцеплением чисто диск или все менять буксуют в самом-самом конце по сути может просто отрегулировать на такого зазора не должно быть так вроде нормально для начала сейчас расскажу что мы будем делать снимаем кардан в первом первую очередь снимем кардан в принципе не сильно много тут кардан станы вот эти если до снимаю они ставить легче можно конечно их не снимать но больше геморроя тут пару молдиков массу крутить тросик потом чаще но там уже сверху рычаг разобрать не забыть главное ну и здесь 4 болта стартер ладно все приступаем очистим все болты здесь 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 у нас еще здесь и пробрызги пока кардан откручиваем здесь отойдет вот эти шпильки всегда брызги они были отрываются замену душу это вот у не смогли жидкий ключ так называем сейчас все наверх пойдем корректор правой сбит на коллекторе также желательно всегда пробрызгивать их тоже ломаются замену теперь откручиваем так вот я придерживаю здесь отвертку покажет с этой стороны может кто бывает проворачивается эти болты но эти вроде не крутится вот так открутили желательно делать меточку я так вот обычно царапну просто и на флянце денег с той стороны кардан не обязательно конечно но желательно так можно было принципе не выдергивать пока здесь не болтался сейчас снимаем вот этот мостик 113 головочка тут тут уже подвигайте закручены вот таким вот вороточком открутили иногда бывает здесь пламя-гаситель стоит его неудобно снимать еще можно вот здесь один болтик открутить на подвесном что маленько мостик развернуть так вот здесь вот надо еще снять чехольчик защитный забыл его снять перед тем как кардан вытаскивать со шлицов надо здесь снять тут маленько усики разогнуть надо отверточкой и он снимется сейчас плоховато конечно но снимается так все сняли аккуратненько вот со шпилек маленько можно глуша глуша конечно можно было сперва снять я обычно так оттягивается потихонечку вот так вот раз можно совсем не снимать когда коробку сегодня сюда достаточно привык потому что чтобы его совсем снять надо его сейчас вперед наоборот двигать кардан через это место вытаскивается сперва назад потом сюда это кардан из это снимать когда вам надо коробку вот так нормально так ну вот ослабили хлопут глушитель желательно шевелить пока страны прикручены к двигателю потому что потом будет неудобняк его шевелить снять его сейчас надо не снимешь все он шевелится сейчас снимаем штаны ослабляем здесь был вот видите прикол бламина шпиль хотя вроде брызгал я не брызгала не брызгала вот видите что бывает когда не брызгал теперь мне придется возиться выкручивать ну тут ладно можно крепление это снять так ну ладно беды вот сейчас уже должен был шаг снят так сейчас мы снимем пока вот сцепление цилиндрик здесь надо два болтика потом пойдем наверх коллектора круче массу тоже не забывайте сторонку можно убрать защитный вот кожух спереди там покажи тоже про него не забывать будете тянуть коробку были корять на пупу вот эти два болтика будет держать 24 еще здесь эти четыре смотри вот еще по углам на здесь 24 бывает их нету совсем тут все стоят положено откручиваем так остался этот болтик сейчас я пока не буду откручивать пойдем мы наверх открутим штаны учебни на шестерках нравится относительно пятерок семерок что у них у 10 место смотрите сколько нет вот этого блока предохранитель прокладку конечно желательно вы тоже потом новую поставить на коллектор но это я возьму я еще пока не ездил с запчасти мы не знаю что брать здесь сейчас разберем с андрюшкой все раз побрызгал все рукой откручивается только сорвать надо идем снимать по хитрому тоже выходит были не там защита на старте капец все равно все так положено здесь снялась подушка значит нормально обычно когда не выходят штаны значит подушка как учете видно на стартер на двух уже был так мы все сейчас вот с ним откручиваем стартер я сперва хотя и можно не старте можно двигатель при опусте идет на этих мостик им упасть не упадет легче будет крутить все болты и верхней их стартер подзаржавеешь и намного не снималась что-то шайбочки сейчас соберу проводочки также здесь снять сразу желательно пока видите их иначе обязательно забудете с лягушки заднего хода вот теперь здесь удобный трос открутить видометра когда она так наклонена так и вот сюда убираем ты спирт отсюда покажи это очень видно туда за болт его надо делать сверху он потом ставит не будет мешать и сейчас откручивать как мы все теперь крутим стартер берем вот так это у нас четырнадцать тринадцатую головку карданчик трещотку надо будет еще один вертень там неудобно проверку сюда откручивать потому что потом будет стартер болтаться не будет неудобно выкрутить блок постоянно слетает все выкручиваем и второе выкручиваем стартер слушай 3 тут идет основном они на 2 всегда уже гулей хотя я вам удобно и 3 не надо тоже никуда снимать вот туда его маленько назад отвели и все теперь почти все осталось открутить 4 болта вот этих крепления но при этих откручивать так как коробка у нас уже видите висит надо пойти рычаг с ней там наверх так идем наверх как обычно здесь это у кого какая машина разбираем от консольку снимать вот он наш рычаг теперь надо вот этот пыльник можно отвертки подито и бывает они снимаются легко от вытягиваются и все но бывает на свете желательно тоненькая отверточка вот тут сухарик стоит там не увидите как прорезь есть его в общем надо выдернуть этот сухарик это конечно большеватая немножко отвертка подожди принесу поменьше вот такой отверточка потоньше в общем вот поддеваем сухарик вот видите его за прорезь теперь рычаг должен сняться без проблем как обычно но это не всегда так получается резинки как обычно расхватились так и теперь чтобы ничего тут дело не поломать вот этот сепаратор надо разобрать потом покажу когда буду собирать как это все дело обратно собирается приносит 4 эти ох еще одну руки не на на все рожать 4 так ну кандидж на тверточку подденешь 1 в общем вот так вот 4 их развели это дело все снимаю отсюда так теперь надо снять вот здесь уже разрезом коврик и надо снять теперь вот это как он называется пыльник не пыльник четыре самореза здесь обычно бывает ни одного короче снимать его обязательно снимать вот это обязательно коробку надо поставить на первую передачу чтобы когда будем снимать у нас рычагу здесь проходил ведь этот вы сделан засними вот туда сделать свет то вы мишки выемка она переходит очень вперед и рычаг поэтому на первую скорость за включать все пошли вместе так сейчас берем на 9 головку вот на эти все крестовины вот у меня такая приблуды и я еще использую вот два такой примерно длины чтобы было длины и вороток помощнее уже берем все начинаем вот так одеваем сюда удобнее видите у нас где рычаг получился все прекрасно откручивается вот самый интересный болт это вот этот конечно там еще бывает когда основе я завода идут такие ушки 2 2 на сорватель как обычно они выкручиваются хорошо не был еще одну штучку вот еще я хотел вам показать вот сюда под поддоны между защитой чуть-нибудь составлять чтобы как бы двигатель висел туда вниз сейчас мы под своим весом коробку продавила защита примята обычно входит по ручкам у лотка хорошо так это для чего нужно я сейчас вам скажу я будем когда снимать и надо шевелить коробку чтобы можно было шевелить начал мотор начинает туда-сюда булькаться на подушках тяжело снимать коробку ну и ставить конечно сейчас получается свешенный уже вниз направляющих сошла и выводим вот так сюда назад потом вперед главный рычаг паука нету вот и все условно буквально полчаса я обычно за час ставлю снимать ведь уже неисправность 1 есть диск и показать но сейчас это может видно будет где снизу так из диск вода видно короче кирдык ему тоже вот уже мой заклик видите не крутится и вот и вся причина полетел уже мы сейчас еще снимаем вилку пыльнику как обычно здесь она пыльник но так вилка вилку новую но видите уже трещина она игнутая вот эту опору меняйте всегда видя на какая корявая все видно опору вилки уже мной само собой колон стал шлицы вот эти мачте всегда перри сборки но это уже подхажем при сборке сейчас первую часть будем закругляться уже сейчас снимем корзину корзину я на жигулях никогда не имеет маркировку в основном есть всегда потому что полностью возможный маховик сейчас посмотрим а корзину то меня по-любому поставлю крафтовскую скорее короче без пауков но у крафта есть тоже свой недостаток ставить крафтовские сцепления все хорошее но один недостаток у них у них выжимные вообще не ходят даже и мазал я вот на кушке менял и он загудил про и также это не заглянил выжимное на другой брать один достаток на крафте такая реклама хотя само сцепление мне нравится мягенькая становится легенькая всегда и стал ужин и болезни ну даже как вот вы заметили видео как откручиваю рукой а корзину да посмотрите как стоял на счетах так и стоит ее не отжала нисколечко она должна уже соскочить вот он стоит вот так вот такие маховики я выбрасывал видно тебе выработку с ними и маховик на выброс и корзина соответственно корзина выработка смотрите как тоже наверх диск аудис кстати еще нормальный что интересно принципе первая часть на этом мы закончим сборка ждите 2 2 часа так что всем пока комментируйте до новых встреч продолжение следует